Прошедшее соревнование в Москве – это Кубок Доброволи, проходящий с 29 по 2 сентября этого года. Наша команда была широко представлена во всех видах программы. Это юниоры, юноши до 24 лет и взрослые. Успех команды, наверное, все наблюдали. Мы заняли первое командное место, показав практически максимальные свои результаты, потому что этот период времени сопровождается обычным проведением чемпионата мира, на который нас не допускают. И всю свою мощь мы планировали показать на Доброволе, и в принципе мы справились с этим. Три золотых и одна серебряная медаль. На соревнованиях Олегу Юрене приходилось сталкиваться с капризами погоды, адаптацией после долгой дороги подготовленными соперниками. Но результат говорит сам за себя. Я выступал на этих соревнованиях в байдарке-одиночке на дистанциях 1000 метров, 5000 метров, 3000 метров и 500 метров. И в двойке на 1000 метров. Забоевал три золотых медали и одна серебряная. Не хватило мне чуть-чуть на дистанции 500 метров до пьедестала. Буквально пару десятых меня отделило от третьего места, ну и от второго, соответственно. Вот. Боролся от начала до конца. На дистанции 1000 метров у меня немножко не вышло завивать золото. Где-то халатно отнесся к своим соперникам. Почувствовал сильно, скажем, большое преимущество и где-то не размялся. Ну и были еще некоторые нюансы, которые предшествовали соревнованиям. С чем, к сожалению, не до конца справился. То есть всего по чуть-чуть и лишило меня золотой медали. Вот. Ну и в общем, в принципе, успехами на соревнованиях я доволен. Свою форму я, в принципе, показал и почувствовал соперников. Было приятно выступать. Титуловный спортсмен придерживается принципа «если хочешь, чтобы получилось хорошо, сделай это сам». Железная воля и стремление к развитию – вот что двигает брещанинам. Поэтому тренируется он самостоятельно и даже взял под свое крыло нескольких начинающих спортсменов. Мои тренировки проходят регулярно. Я тренируюсь, скажем, у меня нет четкого регламента по времени. Утренняя тренировка и вечерняя. Бывают, тренируюсь и в выходные дни. Не бывает, а в принципе, у меня нет выходных. Я в воскресенье всегда где-то вело какая-то забег, где-то просто пробежка, где-то папа приедет, тоже с ним пробегусь. Я с самого детства с ним бегал и до сих пор, когда мы вместе, мы всегда уделяем время пробежке совместной. Поэтому все время на спорте. Тренируюсь, я сейчас взял себе четырех мальчиков, которые, скажем, уже 17, 18, 19 лет. И вместе с ними тренируюсь, где-то надевая тормоза, чтобы соперничать с ними, чтобы им было веселее. Где-то они садятся в двойку, создавая мне конкуренцию. Поэтому пользуюсь силой молодых и пытаюсь передать им какой-то опыт и взрастить их как спортсменов. К сожалению, сегодня перспективы как для молодых, так и заслуженных белорусских спортсменов остаются туманными и безрадостными. Несмотря на известный лозунг «Спорт вне политики», российские и белорусские атлеты не просто нежеланные гости на арене международных соревнований. Их присутствие находится под запретом. Причины называют размытые, а самим мастером спорта остается надеяться на удачу и лояльность дружественных стран. Трактовка недопуска белорусских спортсменов к чемпионату мира – это что они не могут обеспечить безопасность белорусских и русских спортсменов. На самом деле это довольно-таки странная формулировка. Вы допустите, там мы сами разберемся уже, если что-то надо. То, что белорусских спортсменов не допускают к чемпионату мира – это тяжело с этим, конечно, жить нашим спортсменам, потому что мы все-таки хотим конкуренции, хотим показывать то, что мы готовы. Но сегодня такая реальность, и мы готовимся и выступаем на тех соревнованиях, что есть, и ждем, пока нас допустят, чтобы, когда допустят, мы показали всю свою силу. Кому посвятили победы? Моей семье, моей жене, моей дочери.